Создание комфортных условий в сельской местности. Жители Олакоминомост Карачаевского района надеются, что скоро начнется строительство нового моста через реку Кубань. Когда его построят, каким он будет и где возведут новое мостовое сооружение. С этими вопросами мы обратились в Карачаево-Черкесск Автодор. Подробности в репортаже Алладинаевой. Дорожники установили знаки. И рамку ограничения, которую, к сожалению, некоторые водители грузовых автомобилей нарушают и неоднократно сбивали этот шлагбаум. Безответственно, рискуя не только своей жизнью, но и подвергая опасности других людей. Местные жители боятся, что трагедия 5 июля может повториться. Ночью вообще страшно. Ни освещения, ничего нет. Тут от них пропускают, от них не пропускают. Поскорее надо этот мост сделать. Не знаю, кто дальше будет. Надо определяться с этим мостом. Вот так в неведении и в страхе пребывают жители и с нетерпением ждут начала строительства нового моста. Специалистами проведены геологические изыскания. Геодезические, экологические – весь комплекс мероприятий, который был необходим для проектирования данного сооружения, проведен в полном объеме, рассказывает заместитель начальника Карачаева-Черкесского автодора Муаэт Хутов. Севка в геопроект «Строй» изготовил проект и весь комплект документов уже отправили в органы государственной экспертизы, говорит Муаэт Михайлович. На прошлой неделе полный весь комплект документов загрузили. Оно проверено, комплектность и заключен договор. Соответственно, мы надеемся, что через 40 дней у нас будет положительное заключение экспертизы. И после получения уже результата начнется строительство? Да, мы утвердим ее, да, отправим все документы, необходимые для принятия решения. И как будут выделены средства, ну я так подозреваю, что этот вопрос номер один в нашей республике, что средства будут выделены, и, как я еще раз сказал, со второй половины 22 года мы начнем строить. Беспокоит местных жителей и отколовшийся кусок скалы, который находится под мостом. Сейчас в реке воды немного, и он не мешает течению, но весной, когда начнется половодие и потоки воды будут нести сухие деревья, могут возникнуть проблемы. У нас уже приказ по управлению создан. Назначены ответственные люди, которые перед поводковой ситуацией будут полностью осматривать этот мост. Плюс подрядная организация, которая находится в самом, у нас Карачаевский ДРСО находится в угле Каменомост, который непосредственно знает свою работу и мониторит этот момент. Новый мост будет массивней, шире, длинней и сможет выдержать более 200 тонн нагрузки. Если часть, которая обрушилась, была 14-метровая, то новый мост будет 25 метров шириной. Его опоры лягут уже на массивные части, он будет на лежнях. Он будет находиться на том же самом месте, он будет строиться в два этапа. Будут проведены и укрепительные работы в русле реки. Вопросы сохранения экологии тоже учтены, рассказывает заместитель начальника Карачаево-Черкесского автодора Моэт Хутов. Аладдинаева, Алий Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.